добрый день дорогие друзья и сегодня у нас drunk deer g60 это магнитная клавиатура то есть у нее свечи с датчиками холла которая предназначена исключительно для игр давайте же посмотрим что она из себя представляет как она звучит в этом ролике только первые впечатления сразу говорю первое впечатление потыкаемся посмотрим что она из себя представляет а именно уже тесты какое-то мнение именно со стороны того как она в играх и так далее это уже будет в полном обзоре спустя какое-то время и так коробка минималистичная простая тут написано что я теперь заряжен с этой клавиатурой вооружен вот и что мне нужно начать играть и естественно преодолевать свои лимиты break your limit только почему break you limit они и короче стран странный английский у этих китайцев drunk deer вроде как одни из немногих китайцев которые по какой-то удивительной причине так сказать делают недорогие магнитные клавиатуры и при этом с годным софтом как мне по крайней мере говорили смотрите как гениально сделали инструкцию типа быстрые быстрые эти шорткаты что 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 есть что а еще у нас идет кикап пуллер кабель кстати достаточно прикольный плетеный и все больше ничего зачем нужен кейкап пуллер если нет сменных каких-то кейкапов непонятно но спасибо что положили но ощущается на как стоковая сразу вот просто вот просто из коробки достаешь ощущается как стоковая g60 которая от gmk или gk gk 60 единственное что тут кейкапы более-менее такого выглядят достойно так сказать вроде как тут нестандартный корпус то есть 3 mount но точки стандоффов не в стандартных местах то есть просто так свапнуть корпус быстренько у вас не получится скорее всего тут есть еще запатентованная система ножек то есть как бы как бы вы не долбили по клавиатуре вот видите они тут на пружинках и якобы должны смягчать нажатия должен быть такой flex смотрите видите как она проминается нормально так проминается хочу сказать прям прям такая прыгает прикольно толщина кейкапов кстати даблшот даблшот толщину кейкапов мы сейчас замерим сразу же тоже но кейкапы уже я хочу сказать что ощущается вроде как нормально так 1.4 не самый толстый показатель ну вот по одной стенке 1.5 1.4 1.5 в среднем 1.34 по одной стенке короче потолще не самый плохой показатель потому что напоминаю у той же самый bridge 75 аналогично 1.4 толщина кейкапа у рейни 1.7 давайте звук проверим как же она звучит так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok В целом нормально Опять же тоже, да, не самые плохие стабы Ни в плане плавности, ни в плане дребезжания То есть они явно чуть-чуть смазаны Естественно можно домазать В целом ощущается нормально Если покупать чисто для игр Хотя и по плавности именно для печати Не смазаны, я так понял Ну или там какая-то Смазка с завода Не так плохо Ну давайте так, я ожидал худшего Потому что Выглядела она на рендерах На сайте и так далее Прям вообще отвратительно, на мой взгляд На мой вкус То есть я ожидал прям совсем сток-сток GKE60 Но, как видите В целом вот Из того, что мне понравилось Кейкапы Отличные Звук Ну Нормально Стабы В целом нормально Возможно Стоит проложить шумку Если ее там нет Может быть Звук станет чуть получше Возможно Стоит Домазать стабы Как я уже упомянул Некоторые И возможно Стоит Смазать свечи И тогда Звук будет Получше Потому что сейчас Он нормальный Но он пустой Это мои были Первые впечатления И Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставьте комментарии До новых встреч Ребята Еще подписывайтесь на телеграм-канал Там котики Новости Много чего интересного Ссылка если что В описании Ссылка на покупку Эта клавиатуры Тоже в описании С купонами И с баллами Мне она обошлась В чуть больше 7000 рублей А так она Где-то в районе 8-9 В среднем В зависимости от курса Все Всем пока